Что такое депрессия? Когда мои знакомые или друзья говорят, у меня депрессия, и что ты этим словом называешь? И дальше выясняется, ой, что-то вот не знаю, что делать, настроение всё время плохое. Это не депрессия. Вот как определить эту грань между болезнью и здоровым человеком? У нездоровых есть одно большое распухшее эго, как вариант, который говорит, мне плохо, а значит, всем будет плохо. Мне больно, значит, я хочу, чтобы всем было больно. Социологи за последний год фиксируют два пиковых периода повышения тревожности. Я сейчас слышу, я не знаю, зачем это всё, у меня нет сил, я не знаю, как всё это изменить. С какими проблемами сейчас обращаются дети и подростки к вам на приёме? Не хотят учиться. Мы же с вами тоже, я не думаю, что вы прямо с радостью каждый день шли в школу. Сейчас приходит один человек и говорит, ты не прав, и я возьму тебя на учёт. Раньше было давление всех, всего общества. Что вы советуете? Вот я просто ваш пациент, у меня нет сил. Как быть? Расскажите. Если мы сварили борщ и потом увидели, как все наши домочадцы поели и было вкусно, то у нас есть ощущение выполненной работы. То есть сварить борщ нужно? Делать что-то руками. Марина Владимировна, вот здесь мы на телевидении о приходе весны начинаем узнавать задолго до проявления климатических изменений. Вот к нам приходят люди, они звонят, приходят с большими жалобами. Кто-то иногда, знаете ли, в шапочке из фольги даже может подойти, рассказывает о каких-то соседях злых, которые всё время мешают жить, либо о каких-то голосах или гули, которые происходят вокруг их квартиры, которые тоже организовывают либо управляющие компании, либо друзья, либо родственники. Вот вы, психотерапевты, наверное, тоже в подобной ситуации? Если мы говорим про те психические расстройства, которые вы сейчас описали, они, конечно, не совсем относятся к полю деятельности врача-психотерапевта. Это психиатрия. Потому что перед нами люди, у которых есть бредовые ощущения, идеи по поводу того, что кто-то им хочет причинить вред. И что радостно, в качестве гаранта справедливости они видят не врачей, а вас. Поэтому приходят они не к нам в шапочках из фольги, где мы их гарантированно будем спасать, а к вам. Так я подозреваю, после нас они прямиком направляются к вам или нет? А я подозреваю, что они ходят к вам вместо нас. Потому что наши методы справедливости они примерно знают. И, наверное, они их не очень устраивают. Потому что бредовая идея тема отличается, что критике она не поддается. И у пациента ощущение, что он один против всего мира. И врачи почему-то думают пациент, помочь ему не могут или не хотят. А может, не верят они ему просто, думает пациент. А вот пресса, а вот люди, которые занимаются информацией, подачей ее, точно мне поверят. Может, они уже встречались с этим врачом? Марина Владимировна, а почему именно весной? А еще и осенью. Просто сезонность... Ну, осенью не так активно. Да, весной и осенью, но весной прям особенно. Сезонность в развитии психических расстройств связана с тем, что меняется длительность светового дня. Это одна из причин. Не главная, но одна из важных причин. А когда меняется длительность светового дня, вот фотоны света, попадая на сетчатку, вызывают у нас превращение из гидрокситриптофана очень двух важных компонентов. Мелатонина, который дает нам хороший здоровый сон с волшебными сновидениями. И серотонина, который дает нам ощущение умиротворенности, счастья, расслабленности, принятия того, что жизнь добра и прекрасна. Вот это чувство, которого сейчас так не хватает многим. Поэтому, когда день уменьшается, мелатонина много, серотонина мало, гулять мы не любим и почему-то не хотим выезжать на природу. Поэтому вот это ощущение, что все наваливается, что меня не понимают, меня не слышат, меня сил нет, оно становится более заметным осенью. Весной, когда все идет в рост и, наоборот, увеличивается продолжительность светового дня, немножко меняется аффект. А вот именно сейчас надо разбираться, а вот не могу терпеть дальше, а вот готов к тому, чтобы начать новую жизнь. Марина Белоусова родилась в Казани. В 1997 году накончила педиатрический факультет Казанского государственного медицинского университета. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и наркологии, доцент кафедры детской неврологии Казанской государственной медицинской академии. Заслуженный врач Республики Татарстан. Автор 276 научных работ, из которых 6 монографий, 5 практических руководств для врачей, 68 учебно-методических пособий. Но ведь каждый из нас сталкивается с тем ощущением, что его не понимают, что у него какие-то проблемы неразрешимы. Вот как определить эту грань между болезнью и здоровым человеком? Граница. Здоровый человек всегда ощущает границы себя и границы другого. Он понимает, зачем я буду говорить что-то кому-то, если ему это неинтересно, если он мне не близок, если он загружен своими делами, если он не даст мне дельный совет. Зачем я буду ему сейчас говорить что-то про себя? Нежелание открываться доверительно, нежелание грузить другого. Это свойственно здоровым. У нездоровых есть одно большое распухшее эго, как вариант, который говорит, мне плохо, а значит всем будет плохо. Мне больно, значит я хочу, чтобы всем было больно. И не обязательно это люди, маркированные как психически больные. Иногда они живут в наших семьях, их называют тиранами, деспотами, агрессорами, токсичными, газлайтерами и так далее. Это просто люди, которые сознательно, чётко, ярко нарушают границы другого для того, чтобы поиметь что-то себе. То есть им уже необходимо лечение? Им необходима коррекция. Лечение ли это будет с помощью специальных фармакотерапевтических препаратов, или это будет психотерапия, решать на месте следует. Но чаще всего такие люди совершенно не хотят лечиться. А вот по статистике наверняка же есть медицинские данные. Сколько таких людей вообще в нашем обществе? Не могу вам сказать. Я просто читал некоторые научные исследования, там сказали, что прям каждый десятый. Такие исследования говорят больше о динамике. Вот, например, открытое исследование ВОЗ от 2022 года ссылается на то, что больных с тревожными расстройствами и паническими атаками стало на 60% больше. За какой период времени? За год ковида. За год ковида на 60% больше? 40-60. То есть я не знаю, как относиться к этим сведениям. Они были действительно проговорены, и они озвучены. И я верю им в том плане, что в тот момент, когда был ковид, человечество изменилось. И да, тогда тревожные расстройства действительно терзали буквально каждую семью. Мы переживали за старшее поколение, мы волновались за младших. Как сейчас эта динамика изменилась? Уравновесилась ли она? Вернулась ли она к прежнему уровню? И каков прежний уровень? Потому что сейчас у нас есть другие вызовы. Мы этого не знаем. Но ведь по своим пациентам вы эту динамику отследить можете? Да, они меняются, эти пациенты. Меняются их проблемы, меняются. Они очень созвучны тем социальным вызовам, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Но их становится больше или меньше? Их всегда много. Последние три года их становится больше. Я говорю про свой личный прием. Сейчас время непростое. Как правильно вы сказали, началось оно, видимо, с ковида, да? Когда нам пришлось пережить первый шок. Но потом последовали и другие. И вот даже социологи за последний год фиксируют два пиковых периода повышения тревожности. По вашим наблюдениям, эта тревожность, как сказалось, на здоровье жителей республики? Ну и вообще, в целом, страны. Они стали более, на мой взгляд, апатичными, с одной стороны, более закрытыми, атомизированными, как бы не стремящимися к общению, с другой стороны, и более грустными. То есть это не тревога, которая раньше звучала. Я опасаюсь за маму, она такая больная, она такая пожилая, у нее такие проблемы со здоровьем, я очень хочу ей помочь, я не знаю как, я боюсь, что я выпускаю эту ситуацию из-под контроля. Сейчас мы этого уже не видим. Я про себя скажу, я этого уже вижу в меньшей степени. Я сейчас слышу, я не знаю, зачем это все. У меня нет сил. Я не знаю, как все это изменить. Я не чувствую радости, мне ничего не хочется. Вот такой набор жалоб я слышу каждый день, почти от каждого. Так, Марина Владимировна, рассказывайте, что вы советуете. Вот я просто вашу пациенту, у меня нету сил. Как быть, расскажите. Ну, так как мы не имитируем здесь психотерапевтический прием, я скажу только основные моменты. Первое, что всегда спрашиваю. Изначально энергия у нас у всех есть. Надо провести санацию, а куда она выливается, а куда вы ее тратите, а на что она уходит. И очень часто я получаю такое, да я вообще ничего не делаю, я сижу в телефоне, в планшете, вот вообще, а вечером я так устаю, что как будто бы я прям шесть соток вспахала. Вот в том-то и дело, что мы тратим энергию на огромное количество ненужной интеллектуальной деятельности, неработы, в прямом смысле этого слова. Когда мы все время принуждаем мозг перерабатывать, анализировать, усваивать, присваивать, интерализировать информацию. Нам кажется, что мы листаем ленту. О, прикольно. О, полистали дальше. О, вот это интересно перешлю. А мозг совершает в этот момент энергозатратные операции, синтезы, анализы, классификации, причем не давая нам ничего в рамках «ух ты, я себя наполнил», «ух ты, я теперь стал умнее», «ух ты, я теперь знаю, как это делать», «радость ко мне пришла». Нет, вот этого нет как раз. А если мы сварили борщ, и потом увидели, как все наши домочадцы поели, и было вкусно, и у нас есть ощущение выполненной работы, дофамин нас немножко затопил от того, что мы сделали что-то, что нужно другим. То есть варить борщ нужно? Делать что-то руками. Не только для себя, но и для других. Я же вот вас спросил о тревожности, да? И вы сказали, что люди стали уходить в себя. Да. А вот мне кажется, вот по моему многолетнему опыту, ну не работая психотерапевтом, но просто глядя на людей, что люди в себя стали уходить уже давно. То есть раньше, я помню свое детство, я знал каждого жителя в своем доме. Сейчас я даже не знаю всех, кто живет на моей лестничной площадке. Это же вот совершенно другая история. Это другая история, но если раньше она ограничивалась, например, подъездом, то теперь это ограничивается семьей. Родители не знают, в какой соцсети сидит их ребенок. Ребенок не представляет, в какую игру, под каким ником играет папа. И иногда они встречаются в танчиках, а иногда не в танчиках, а в другой игре. И никто не знает, что в нашей жизни, в нашей ленте, в наших соцсетях. Так а что с нами случилось? Это наш выбор. Кто-то там живет. И потом ходит по психотерапевтам и говорит о том, что ему плохо, кто-то там не живет. Таких меньше, но они тоже есть. А сейчас вообще стало модно ходить по психологам молодежи. Просто я вот общаюсь с друзьями своих детей, и вот прям каждый второй идет к психологу, прям как в американских фильмах раньше, когда мы смотрели. И они идут туда. В этом вообще и есть нужда, необходимость? Что там, какую помощь они могут получить? Все зависит от запроса. С одной стороны, это очень здорово, когда молодежь хочет решить свои проблемы, рефлексирует их, понимает, что она есть, и понимает, что мам с папой не помогут. Только напрягутся и будут перестраховывать, переконтролировать. Я отнесу это тому, кто реально с этим может справиться. Мы же в 21 веке не ходим зубы заговаривать. Мы все-таки стоматолога посещаем, который тщательно разберется с кариесом или с пульпитом. А вот с другой стороны, в некоторых случаях меня тревожит другое. Молодежь приходит и говорит, сделайте что-нибудь, дайте мне таблетку. Это самое простое, мы же привыкли прийти к терапевту, если у нас грипп, то необходим антибиотик, нам выписывают лекарства, и мы идем и вылечиваемся. Это если острая ситуация. От всех проблем излечиться. От всех проблем, да. Но если проблемы городим себе мы, и если это делаем, и боремся за эти проблемы, вцепляемся в них и не даем от них освободиться, это другое. Когда начинаешь говорить, а давай ты с завтрашнего дня будешь ходить, минимум 6 тысяч шагов, начинается сразу игра в да-но. Ну это, конечно, здорово, да, я тоже об этом подумал. Ну вот, а когда я поздно заканчиваю? То есть желание ищет возможности. Нежелание причины. Хочешь вылечиться, я тебе расскажу. Я тебе помогу. Марина Владимировна, а вот кому бы вы посоветовали идти, к психологу или к психотерапевту сразу? Если проблема касается межличностных отношений, а правильно ли я сказал, а почему он со мной так поступает, а как мне расстаться, а как мне удержать, а стоит ли удерживать. То есть все, что про отношения, все, что про карьеру, все, что про будущую профессию, это к психологу. Они поймут, они поддержат, они помогут в рамках именно когнитивной, разговорной, смысловой терапии. Если перед нами пациент, который говорит, как только вижу этого человека, у меня болит сердце. Как только вижу больницу, где я работаю, у меня подкашиваются ноги. Как только предстоит мне идти к начальству на прием, у меня сразу давление 250. Тогда к психотерапевту однозначно. То есть когда перед нами симптом психического состояния, страха, тревоги, вдруг перешагнул на уровень телесности, вот тогда точно к психотерапевту. Если вспомнить нашу с вами юность, то тогда какие были зависимости? Ну, алкоголизм, ну, курение, ну, зависимость, ну, в лучшем случае, там, азартные игры. Азартные игры, да, да, игровая зависимость. А сейчас появилась вот зависимость от смартфона, там даже слово есть специальное, да, номофобия. Номофобия. Ну, пока она не внесена еще в официальную классификацию, поэтому это просто термин. Вот, и как быть с этими зависимостями, их лечить таким же образом, как алкоголизм или наркоманию? С зависимостью все интересно. Если она возникает, значит, это кому-нибудь нужно. Если эти звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, она замещает какой-то огромный пласт в жизни человека, который никто другой почему-то не занял и не помог ему этот груз, если это груз вины или груз беды, нести, или если это какая-то внутренняя пустота, заполнить. Поэтому, если в жизни возникает зависимость, что она замещает? Это главный вопрос. И чаще всего, когда гаджет зависимость развивается у подростка или ребенка, она замещает неработающих, невключенных родителей. Или родители, которые... Марина Владимировна, давайте по порядку. Вот смотрите, когда я был маленький, мои родители работали. Ваши наверняка тоже. Да. Я бы не сказал, что я своему ребенку уделял времени меньше, а мне кажется, даже больше, чем мои родители мне. Тогда откуда берется этот вакуум, который они пытаются заполнить этими цифровыми технологиями? Ну, давайте, если так вот у нас возрастной эрегресс случился, мы путешествуем в детство. Когда это было мое детство, у меня была музыкальная школа, у меня были дополнительные кружки, у меня были занятия. Я уходила к восьми и возвращалась в восемь. То есть у меня не было такого момента, когда я могла просто сидеть и ничего не делать. А во дворе поиграть? А во дворе это в воскресенье, в лучшем случае, после того, как всю музыку сделаешь. Поэтому все лето мы читали книги, которые были заданы нам на летнее чтение. Разве это не так? Так. У нас были соревнования, на которые мы выезжали, а до этого мы к ним готовились. Разве это не так? А где это все сейчас у обычного ребенка? Я была самым обычным ребенком, таким же, как и вы. Где это все сейчас? Как раз они сейчас не гуляют на улице, не играют во дворе, не занимаются музыкой не потому, что это невозможно для них, а именно потому, что цифровая зависимость вытеснила все эти параметры из их жизни. Потому что она не заставляет их прилагать усилия, понимаете, ни их, ни родителей. Это так просто. Вы посмотрите, кому сейчас дается смартфон, прежде чем мы начнем продолжать наш спор, хотя мы оба придерживаемся одного и тоже теста. Один годик, он уже ходит со смартфоном. Какая у него потребность в этом смартфоне в год? Никакой. Потребность у родителей, чтобы не приставал, чтобы отдохнул, чтобы утешился, чтобы занялся чем-то, пока мама передохнет. Так ведь? А у наших мам какая была возможность? Или сама, или папа, или бабушка. Все, других вариантов нет. И что делать? Ну, решать каждой семье по-своему. Марина Владимировна, вы ведь принимаете не только взрослых, но и детей, прежде всего детей, да? И их тоже. Вот с какими проблемами сейчас обращаются дети и подростки к вам на приеме? Не хотят учиться. Старая, как мир, проблема. Ну, знаете, ну и что, и что, и мы же с вами тоже, я не думаю, что вы прямо с радостью каждый день шли в школу. Я вот тоже не всегда хотел учиться, да и в большей части, честно скажу, и не хотел. Я думаю, многие из наших зрителей сейчас, в общем, если не будут кривить душой, так же и скажут. Конечно. Ну, мы же шли и учились, да, не было. У нас не было вариантов. А у них? А у них есть варианты. Какой? А что вы со мной сделаете, если ходить в школу я не буду? И что вы с ним сделаете, если ходить в школу он не будет? Ну, в принципе, и мы могли бы поставить такой же вопрос. Нет, мы не могли. У нас была, не знаю, как у вас, у нас была пионерская организация, у нас была комната по учету несовершеннолетних, которые пропускают школу. Сейчас, кстати... И социальное давление было настолько мощным. Сейчас приходит один человек и говорит, ты не прав, и я возьму тебя на учет. Раньше было давление всех, всего общества. Как можно не ходить? Как можно не посещать что-то? Потом со временем вот эта общественная нужность, ценность, возможности, они стали исчезать. И вот эта атомомизация, и что вы мне сделаете? Я так хочу. Вот это ощущение того, что в детском возрасте преобладает незрелость лобной коры, когда включается слово «надо», «должен», «стоит», а работает только исключительно «хочу», «не хочу», «буду», «не буду». Вот это «не хочу» в 4,5 должно стать уже подчиненным воздействию коры. Кора говорит, да, я хочу, но я сейчас не буду. Да, я хочу, но так нельзя, это неправильно, это незаконно. Да, я хочу, но не с этими людьми, я их боюсь. Вот в этом случае мы говорим о зрелости, о личности, о формировании личности. А когда мы исключительно потакаем и говорим в рамках вседозвольности, вот тут мы... И вот приходит подросток и говорит, я не хочу учиться, и что делаете вы? Пытаюсь найти причину, почему он не хочет учиться. То есть таблеткой здесь не поможешь? Сто процентов не поможешь. Таблетка, она не решает никакой вопрос. Она очень простое вещество, которое действует в рамках «задержу здесь медиатор», «усилю количество медиатора». Она не влияет на смыслы никогда. Но вы же сами сказали, что мы учились, потому что нас давило общество, и вариантов у нас не было. Нас воспитывало общество. А теперь вы какую причину можете найти? А вот нету причины, просто не хочу еще. Элементарно. Я не хочу туда ходить, потому что мама меня устроила в лицей. Я не тяну эту программу совершенно. А мама не хочет меня оттуда забирать, потому что считает, что социально я должен находиться именно среди этих детей, именно этих родителей. Второй вариант. Я терпеть не могу эту учительницу, а она меня. Причем не скрывает это перед всем классом. Я говорю об этом маме. Мама говорит, все терпят, и ты терпи. Третий вариант. У меня все время забирают вещи. Потом я их нахожу в туалете, иногда в унитазе. Я говорила об этом, все говорят, разбирайся сам. Я пытался драться, мне говорят, драться нельзя, потому что у нас есть система медиаторов. Сходи, доложи, вас разберут, вас как-то померят. Я не хочу мириться, я хочу, чтобы это прекратилось. Это первые три причины. И какой выход? Выход разбираться с каждой из этих причин. Если перед нами ребенок с интеллектуальной неуспешностью, у которого есть школьная дезадаптация, значит, мы решаем вопросы. Может быть, он по тесту Векслера не в состоянии взять тех заданий, которые дают в этом лицее. Не все мы можем осилить математические предметы, такой хорошей степени загруженности в возрасте 7-8 лет. Некоторые созревают позднее. Ребенок не соответствует тем требованиям, которые возлагают на него родители. Да, что ему остается сделать? Уйти в протест и сказать, я туда не пойду. Если его обижают в школе, он говорит, я туда не пойду. Если у него вымогают деньги, он говорит, я туда не пойду. Некоторые дети, большинство детей, всегда потихонечку пробуют достучаться до родителей. Вот, неохота, завтра предметы, да тут еще эти четвероклассники, я все время с ними ссорюсь, тут опять в общей раздевалке. Мама говорит, ну что? А мы все так были? И что? И что? И она не услышала то, что он попытался ей сказать, что есть некая сложность, с которой я не могу разобраться. Мне нужна твоя помощь. Мне кажется, что все эти рефлексии сейчас, все походы к психологам, к психотерапевтам, они в большей части обоснованы тем, что у людей появилось большое количество свободного времени. Раньше нужно было встать утром, корову подоить, на пастбище отправить, потом сено покосить, картошку прополоть, потом эту корову встретить, обратно подоить. Это было вот, ну, некогда было думать, какой психотерапевт, что такое вообще-то такое? А сейчас вот, ну, а что делать-то, конечно, давайте мы порефлексируем и подумаем, какие болезни нас беспокоят. Продолжая вашу тему, я не считаю, что это глупость ходить к психотерапевтам. Я считаю, что некоторые доходят до нас слишком поздно, тогда, когда всех попробовали, все попробовали и не спасло. Я считаю, что сейчас такое время, когда люди перестали читать, и у них исчез смысл, вот глобальный смысл. Вот вы говорите, корова, бабушка, вы же все время перечисляете про смыслы. Встать и позаботиться о других, и накормить свою скотину, и вывезти ее, и совершить дела по дому. Вы же все время говорите про смыслы. А сейчас смыслы какие у молодежи? Расти куда-то, потреблять больше, покупать новую марку машины или телефона. Что дальше-то? Ради чего все это? А чем плохие эти смыслы? Ради чего? Купить новый айфон, например. Это не смыслы, это шаги на пути к чему-то, к чему? Ну вот видите, у нас смысл корову подоить, а у них смысл телефон купить. Нет, у них нет смысла телефон купить. Это не смысл купить телефон. Вот как раз в том, что нет смысла, и появляются шаги. А может мне поесть? А может мне попить? А может мне с кем-то познакомиться? Вот это все псевдосмыслы, появляющиеся тогда, когда нет смысла. А зачем я вообще? А кому я вообще нужен? А зачем я сюда пришел? А что я могу дать другому? Вот это смысл. И каким образом тогда поступать, ну, к примеру, родителям этих детей так, чтобы скорректировать их поведение и обрести смысл? Можно заботиться о том, кто нуждается. Можно заботиться о своих бабушках и дедушках. И не только в день пожилого человека. Можно ходить в приют, помогать там. Можно стать волонтером. Вот если ты хочешь принести пользу, возможностей огромное количество. Второй раз. Желание ищет возможности. Я хочу быть полезным. Я найду, куда включиться. Я хочу говорить, что я хочу быть полезным. Тогда я буду искать причину, почему не получается. То есть таким образом можно скорректировать поведение ребенка. Кстати, волонтерские движения, наверное, именно поэтому так популярны, что... Да. И дети становятся совершенно другими. Они чувствуют ответственность. Они чувствуют, что вот от меня сейчас что-то зависит реально. Они ищут возможность самореализоваться. И в этом тоже. Понять, зачем они. И вдруг они понимают, что они нужны, что их ждут, что они приносят действительно какую-то пользу ощутимую. Не просто там ты завоевал какой-то новый уровень в этой игре. Вот тебе рады. Вот ты сделал что-то по-настоящему доброе. Ну а потом радость ее же нельзя получить, потребляя какое-то химическое вещество. Радость это то, что ты читаешь в глазах другого человека, когда ты ему что-то сделал полезное, сказал полезное, помог в чем-то, поддержал. Незримо подарил что-то. Вот в этом радость. Поэтому, когда мы говорим про цифровое покорение, смысл обязательно встает перед нами. Сейчас очень популярное слово депрессия. Она всегда, в общем, не сходила с наших уст, но сейчас очень активно используется. Что такое депрессия? Это какое-то субъективное ощущение или четкая клиническая картина? Как у любого диагноза, есть номинация, есть критерии, по которым мы ставим депрессию. Это вы ставите. А вот, допустим, мои коллеги или знакомые говорят, а у меня депрессия. Вот в этом случае, когда я слышу, когда мои знакомые или друзья говорят, у меня депрессия. Я говорю, и что ты этим словом называешь? И дальше выясняется, ой, что-то вот не знаю, что делать, настроение все время плохое. Это не депрессия. А что это? Это снижение настроения. Это просто снижение настроения. И в этот момент мы спрашиваем, а ты достаточно спишь? Ой, да, все время спать хочется. Но получается, организм, он же не враг нам, он все время говорит, что тебе надо. Он говорит, давай поспим. Мы говорим, нет, а то мы сегодня до 12 будем втыкать в телефон. А потом с утра будем мучиться от головной боли. Организм говорит, давай походим. Смотри, природа манит, зовет. Вот действительно удивительная весна в этом году. А мы говорим, ой, и так сил нет. А еще я сейчас куда-то буду выезжать, выходить, пешком. Вообще зачем это в большом городе? И получается, что колебания настроения, которые есть у любого здорового человека, просто потому что мы живы, и мы реагируем на что-то хорошее, что-то плохое, они превращаются у некоторых людей в слова типа депрессии. Хорошо. А что такое депрессия, как диагноз, который ставит доктор? Это клинический феномен, когда у нас на протяжении долгого времени наблюдается стойко сниженное настроение, стойко замедленные темпы мышления и нарушение волевой организации своих действий. Вот когда с нами случается что-то плохое, вот мы в этот момент совершенно уверены, что нам надо идти к врачу. Если просто так закололо, мы сказали, ой, так кололо, так вечером, так было плохо. А вот если закололо, тогда мы вызвали себе скорую и поехали. Тут то же самое. Когда нам становится так плохо, что ничего не мило, еда в рот не лезет, спать не можешь, не спать тоже не можешь, взять себя в руки в принципе не можешь, все говорят, ты готов никого не слушать, заткнуть уши или бросаться на всех, вот тогда ты точно пойдешь к врачу. Тогда ты точно с этим не останешься, потому что это настолько мучительное переживание, внутреннее, что пациент побежит к врачу и скажет, что мне плохо, лечите меня. Ну и у меня последний вопрос. А есть ли какие-нибудь рецепты, ну помимо таблеток, да, для того, чтобы почувствовать себя хорошо, избавиться от вот этой, к примеру, субъективной весенней депрессии, ну и чтобы преодолеть все неврологические расстройства, какие могут случиться? Ой, они такие простые. Какие? Их написали более двух тысяч лет тому назад из одной священной книги, они в другую транслируются, они общие. Любить друг друга, жить так, как будто ты любишь весь мир, вот буквально. Не объект ты любишь, а жить так, как будто вот ты сюда пришел, и вот в этой благости от того, что весна, а потом лето, а потом зима, и вот это счастье. У людей же, они же бывают злыми, у них бывает зависть, это же вызывает нехорошее чувство. Бывает, но с этим можно справляться. И тогда невозможно любить весь мир. Но у нас есть для этого воля, для того, чтобы разбираться с собой. Почему я завидую? Может быть, я считаю, что я этого не достоин? А как я могу от этого избавиться? А хочу ли я от этого избавиться? Мы, к счастью, можем управлять своими эмоциями. Не всегда хотим, но, как правило, можем, если мы здоровы. Очень помогает природа. Много гулять. Много гулять, замечая детали. Вот помните первая серия кино про Штерлица, когда он вывозит фрау Заурих, и пожилая женщина ходит по лесу и говорит, боже мой, весна, это же такое время. Это победа, победа над зимой, победа над смертью, если хотите. Вот так смотреть, как она, на мир, вдыхать запах распускающихся почек, искать травинки, смотреть на все, что происходит, слушать птиц и говорить о том, что вот этого часа мне хватило еще на целый день жизни в мегаполисе. Ну и в конце концов можно просто взять и сварить борщ. Можно сварить борщ и угостить им близких тебе людей. Можно слушать и слышать их, тех, кто тебе что-то говорит, вот от сердца. А в этот момент ты листаешь в телефоне, да-да-да, я слушаю, продолжай. Сейчас я быстренько отвечу. Вот не так, глаза в глаза, самый бесценный ресурс, который мы можем дать другому, это время, которое мы уделяем только ему, без гаджетов, без интернет-соединений, без ответов бесконечных на телефонные трубки, только ему, только сейчас. Я здесь и сейчас только с тобой. Вот это умение проживать здесь и сейчас, если бы мы вспомнили это утраченное чувство, которое есть у каждого здорового ребенка в возрасте детства, когда весь мир кажется волшебным, мы были бы абсолютно счастливы, уверяю вас. Ну и давайте пожелаем это счастье всем нашим зрителям, ну и, конечно, быть здоровыми во всех отношениях. Спасибо большое, Мария Владимировна, что пришли к нам в студию. Очень приятно было с вами пообщаться. Надеюсь, что мне тоже это поможет. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok